Принятие решения До того, нужно ли курить следующую сигарету или прекратить курить, в первом случае вы оцените вероятность холодного дня, посмотрев прогноз погоды, во втором вы оцените риски для своего здоровья, вы можете принимать решение о том, как же прийти к консенсусу внутри вашей группы, когда вы будете формулировать этот параграф текста в ответ на наши вопросы. В данном случае ваше решение будет попытка устранения противоречий в решении группы. Все это разные варианты принятия решения. Мы с вами и поговорим о том, как на уровне мозга принимаются фундаментальные решения, как мозг программирует решения, как мы можем объяснить, предсказать решения по нейрональной активности. Сегодня мы будем говорить о решениях и мы будем пользоваться общей теорией принятия решения. Теория принятия решения базируется на трех основных постулатах. Первое, что у нас есть варианты, из которых мы выбираем правильное решение. Если мы говорим, например, о рефлексе, если ударить молоточком по вашему колену, мы не можем говорить о неком решении. Мы вызовем рефлекс. Через два нейрона мы вызовем растяжение, сокращение вашей мышцы. То есть удар колена приводит к растяжению рецепторов, поступает сигнал спинной мозг, спинной мозг активирует мотонейроны. Нога не занимается выбором в этой ситуации. Перед нами рефлекс. Теория принятия решений не занимается рефлексами. Она скорее занимается решением доктора правую ногу или левую ногу простимулировать. Если для рефлексов нет альтернатив, то для доктора по какой ноге ударить? Существует альтернатива. Поэтому решение, теория решений – это принятие решения между возможными альтернативами. Также решение должно приниматься не случайным образом. Если решение случайно, мы не можем говорить о каких-то закономерностях. То есть это вторая основа теории принятия решений. Основная теория принятия решений базируется на предположении, что принятие вашего решения имеет некие причины. Оно не случайно. Даже стратегия принятия случайного решения имеет определенные причины. Третья причина, третья основа теории принятия решений – это наличие некой цели. Если мы говорим о маленькой модельке, которая летает с помощью радиоуправления, она обычно не имеет определенной цели. Но человек, который управляет моделью, принимает решение, у него есть цель. В целом три основных фундамента теории принятия решения — это выбор, не случайный выбор между альтернативами и наличие цели. Целенаправленный выбор между альтернативами. В целом мы можем сказать, что теория принятия решения имеет дело с целенаправленным поведением при наличии альтернатив. В данном случае принятие решения изучается различными дисциплинами. Политические науки могут изучать, как люди принимают решения при голосовании. Психологи могут говорить, как вы принимаете решение познакомиться с девушкой, с молодым человеком. Философу могут говорить о свободе. Инженеры могут создавать компьютеры, принимающие решения, создавать алгоритмы. Биологи могут говорить о нейронных основах решения. Да, принятие решения изучается на разных уровнях, разными дисциплинами. Сегодня мы с вами говорим о том, как нервная система принимает решения, каковы биологические основы принятия решения. Существует два основных варианта теории принятия решения. Первая – это нормативная. Это теории, которые говорят, как мы должны принимать оптимальные решения. Вторая – это дискриптивная теория, вариант теории. Это как мы в реальности принимаем решения. Мы часто принимаем неоптимальные решения. В этом смысле нейроэкономика – это дискриптивная теория о том, как мы в реальности принимаем решения на основе активности наших нервов. Давайте с вами попробуем вместе представить, каковы этапы принятия решения. Вы решили сегодня утром выпить кофе. Давайте среди присутствующих людей, студентов зададим вопрос. Каковы этапы, основные этапы с вашей точки зрения принятия решения? С чего начинается принятие решения? Хотим или не хотим? Как мы можем назвать эту стадию? Потребность. Должна возникнуть потребность, проблема сама по себе, прежде чем мы принимаем решение. Какой будет следующий этап? Поисковый. Что вы имеете в виду? Поиск, назовем это поиск альтернативных вариантов принятия решения. Следующий какой будет этап? Ну, просто используем... Что? Выбрать одну из интернатив. Назовем это реакцией выбора. Итак, после этого мы выбираем. И, собственно, наверное, в каком-то смысле наш процесс принятия решения закончен. Если мы посмотрим на классические теории принятия решения, они в принципе следуют вашей же логике. Если мы посмотрим на какую-то историческую теорию принятия решения, мы увидим, сначала человек испытывает некую проблему, потом он ищет альтернативы, оценивает альтернативу и выбирает альтернативу. Если мы посмотрим на всевозможные модели принятия решений, мы увидим сходные, в общем, сходные этапы. Некая идентификация проблемы, поиск решений, оценка решений, выбор решений. В нейроэкономике используется примерно такая же схема. Сначала возникает проблема. Нейроэкономисты или нейробиологи называют это representation, репрезентация проблемы. Оцениваются варианты решения, выбирается реакция, выбирается одно решение и оценивается результат вашего действия. Нейробиологи любят подчеркивать эту обратную стрелу обучения, потому что, когда вы оцениваете результат вашего действия, вы учитесь на этом. Вы изменяете свои ожидания в дальнейшей работе. В данном случае мы имеем ту же самую простую схему возникновения проблемы, оценка возможностей ее решения, выбор реакции и оценка результата. Мы с вами должны отметить здесь, что центральным процессом принятия решения это оценка альтернатив, оценка возможных решений. Если мы следуем рациональной логике, это критичный, самый главный момент принятия решения. Если мы оцениваем правильные альтернативы, мы видим, какая из них наилучшая, мы выбираем наилучшие альтернативы и принимаем решение. То есть в данном случае, с этой точки зрения, это критичный момент принятия решения. И не случайно и теория принятия решений, и нейроэкономика фокусируются на этом моменте, когда мы оцениваем альтернативы. Собственно, наилучшая альтернатива выбирается. Как мы можем представлять формально наше предпочтение альтернатив? Предположим, мы выбираем из трех вариантов супов. Вы можете представить ценность этих трех супов, субъективную ценность их, в виде некого отношения. Вам нравится суп А больше, чем суп Б, суп Б больше, чем суп С. В этом смысле вам нравится суп А больше, чем С. Если вы представили проблему следующим образом, выбор достаточно прост. Вы выбираете наилучший, то есть суп А. Вы можете представить ту же проблему более формально. Вы можете придать каждому из супов абсолютную ценность в виде единиц. Суп А имеет ценность 15, суп Б – ценность 13, суп С – ценность 7. В этом смысле задача тоже достаточно простая. Вы выбираете суп с наибольшей ценностью. Конечно, проблема в том, и мы к этому вернемся, в том, что достаточно сложно придать или вычислить эти единицы ценности. Достаточно сложно сказать, что я люблю Моцарта больше, чем суп. В абсолютных единицах. Я люблю Моцарта 15 единиц и суп 14. Это довольно сложная задача, которая, возможно, и невозможна на современном экономическом языке. Но и нейроэкономика нам поможет ее решить в дальнейшем. Сейчас важно, что мы можем представлять ценности тех или иных альтернатив в виде отношения этих ценностей или в виде абсолютных значений. Для теории принятия решения важно понятие субъективной полезности. Субъективная полезность – это некая субъективная ценность того или иного решения. В данном случае субъективная ценность супа A, B и C. В экономике субъективная полезность, utility – это мера относительно удовлетворения, которую мы ожидаем от того или иного решения, от того или иного поступка, от того или иного продукта. В принципе, с точки зрения рациональной теории принятия решения, мы выбираем альтернативу с наивысшей субъективной полезностью. Идея достаточно простая – максимизировать субъективную полезность. Если у вас есть альтернатива между тремя политическими кандидатами, два из них имеют субъективную полезность 15, один 5, согласно рациональной точке зрения, вам нужно выбрать кого-то между двумя наиболее ценными для вас кандидатами. В принципе, с рациональной точки зрения все равно кого. Поэтому можем сформулировать теорию рационального принятия решения или теорию максимизации субъективной полезности. Как правило, выбирайте альтернативу с наивысшей субъективной полезностью, и при наличии двух альтернатив сходной ценностью выбирайте любую. Простое рациональное правило. Между разными альтернативами выбирайте наилучшее с наибольшей субъективной ценностью, полезностью. Если две или большие альтернативы имеют сходную полезность, выбирайте любую. В целом, когда мы говорим о теории принятия решения, о исследованиях, моделировании, можем говорить о двух вариантах альтернативных решений. Один список альтернатив может быть открытым. В данном случае альтернативы могут добавляться в ходе решения задачи. В нашей обычной жизни список именно открыт. Предположим, что вы хотите выбрать, как вечером провести время. Вы можете выбирать между кинематографом и походом к другу. Кто-то может вам позвонить и предложить третье решение. Вы можете случайно найти в интернете четвертое решение. Список может быть открыт. Постоянно добавляться и добавляться, добавляться альтернативные решения. В теории принятия решения в нейроэкономике обычно используется закрытый набор альтернативных решений. Когда вы не можете добавлять альтернативу. Это используют для простоты. В эксперименте мы не можем позволять людям именно открытые варианты решения задачи. Это, конечно, некоторое ограничение наших исследований. Как представляется обычно в исследованиях проблема принятия решений? Представляется она обычно в виде матрицы принятия решений. В этой матрице представьте себе, что вы решили взять зонтик или не взять зонтик при выходе на улицу. Собственно, у вас две альтернативы. И в такой матрице слева будет представлено альтернативное решение. Это взять зонтик или не взять зонтик. А справа некие независящие от вас обстоятельства. Пойдет дождь или не пойдет дождь. В каждой ячейке будет представлен результат вашего выбора. В данном случае, если вы не взяли зонтик и пошел дождь, вы промокнете. Если вы не взяли зонтик и не пошел дождь, вы останетесь сухим. Более того, вы, наверное, будете гулять без тяжелого зонта, получите какое-то дополнительное удовольствие. Каждую такую ячейку можно представить в виде абсолютной субъективной полезности. Мы можем сказать, что если вы не взяли зонтик и пошел дождь, и вы промокли, это наименьшая субъективная полезность результата, ценность результата. Если вы не взяли зонтик и не пошло дождя, вы гуляли спокойно, свободными руками, и остались сухим, это может быть максимальная некая полезность. Собственно, перед вами некая матрица, которая описывает принятие решений. Чего не хватает в этой матрице? Там описана субъективная ценность того или иного решения. И не хватает некого представления вероятности того или иного результата действия. Предположим, я сегодня предложу вам на выбор два лотерейных билета. По одному лотерейному билету вы можете выиграть 75 миллионов долларов, по второму 28 миллионов долларов. Я подарю вам, выберите любой. Какой из них вы выберете? Наверное, очевидно, вы выберете лотерейный билет, где вы можете выиграть 75 миллионов. Но если… Но возможно, с какой вероятностью выиграть? Вот, замечательный комментарий. Если вы учились в высшей школе экономики, вы спросите, а с какой вероятностью я могу выиграть? Сколько билетов было продано? И вы можете обнаружить, что если вы учтете вероятность, то так называемая ожидаемая ценность, вероятность, умноженная на ценность выигрыша, в первом случае примерно 3 доллара, во втором меньше цента. То есть мы не только оцениваем субъективную полезность того или иного решения, но и вероятность такого результата. Поэтому мы с этим столкнемся с вами в наших нейроэкономических исследованиях. В нашу матрицу мы добавим еще и вероятность того или иного результата действия. И это будет влиять на субъективную ценность того или иного решения. Если мы говорим опять же про дождь, то если вероятность дождя маленькая, и мы применим эту идею о том, что вероятность нужно принимать во внимание, некая ожидаемая полезность, а именно ценность того или иного действия, умноженная на вероятность, будет выше для того, чтобы не взять зонтик. Когда вероятность дождя маленькая, посмотрите на эту простую формулу внизу, суммарная ожидаемая полезность невзятия зонтика выше, чем взятие зонтика. Если вы рациональны, то при такой вероятности вы не возьмете зонтик с собой. Однако, если вероятность дождя достаточно высокая, например, 50%, сходная формула приведет к противоположному результату. Взять зонтик гораздо более ценно, ожидаемая ценность выше, 15% в данном случае, а невзятие дождя обладает меньшей ожидаемой ценностью. Если вы рационально принимаете решение, в этом случае вы возьмете с собой зонтик. В данном случае некая упрощенная теория принятия решения, рационального решения, говорит, мы оцениваем результат нашего решения, мы корректируем эту ценность, субъективную ценность вероятностью того или иного решения и выбираем некий вариант с наибольшей ожидаемой ценностью для нас. В целом, сформулированная на простом языке теория ожидаемой ценности говорит, что каждой альтернативе при принятии решения мы присваиваем некую суммарную субъективную ценность, скорректированную ее вероятностью. Давайте я задам вам простой вопрос. Почему с точки зрения ожидаемой вероятности мы все должны верить в Бога? Я задам вам небольшую подсказку. Одну секунду. Чтобы всем был понятен мой вопрос, я подскажу. Если вы верите в Бога, то вы можете попасть в рай, если вы будете выполнять все предписания. Если вы не верите в Бога и Бог существует, то вы можете попасть в ад. Будучи еще более формальным, я скажу, если вы верите в Бога и Бог существует, вы можете получить бесконечное вознаграждение в виде рая. Если вы не верите в Бога и Бог существует, вы можете получить бесконечное наказание в виде ада. Кто может мне объяснить, почему с точки зрения теории ожидаемой полезности мы все должны рационально верить в Бога? еще раз как-то это звучит не до конца формально это очень хороший взгляд но мы да сейчас говорим о теории ожидаемой полезности почему а если как влияет вероятность существования не существования бога на этом если вы верите я бы сказал формулировать иначе если вы верите в бога да скажем даже маленькая вероятность существования бога перемноженное с бесконечным вознаграждением это бесконечное вознаграждение бесконечность умноженное на любую личную бесконечность если маленькая вероятность отсутствия бога все равно бесконечное наказание умноженное на маленькую вероятность бесконечное наказание будучи формальным мы можем представить это просто в виде формулы скажем если вероятность 1 2 мы ожидаемая полезность от веры бога это бесконечность ожидаемое неверие ожидаемое полезным неверение бога бесконечное наказание и вероятно здесь не что ничего не меняет так как вознаграждение наказание бесконечного в данном случае да ну в данном случае я не знаю взять или взять зонтик как просто единичный акт или в данном случае ну я согласен с вами что наверное эти все сама априори вероятность имеет смысл или определение вероятности это некие некие да некая некая средняя во времени да но однако это не означает на самом деле на мой взгляд да можем здесь на расходиться во мне их и неприменимости этого к никому единичном смысле если один раз в жизни вы уходите и принимаете решение на планете марс выйти ли под кислотный дождь зонтиком или без зонтика и вам прогноз синоптика вероятность кислотного дождя 01 да вы можете использовать ту же самую в данном случае мы можем вернуться к этому вопросу да вы абсолютно право данном случае конечно это это один безусловно без важно конечно что это не единственный взгляд на на теорию принять решение да может быть наиболее влиятельный взгляд конечно существует разные подходы мы с вами сейчас сейчас уже видим что здесь явно некие противоречия мы с вами наверное не уверены в том что нам всем надо верить в бога но эти вещи я уже сейчас проиллюстрирую некие недостатки этой теории да во первых давайте просуммируем это фундаментальное представление о принятии рациональных решений принятие решения это целенаправленный выбор при наличие альтернатив мы можем разбить принятие решения на несколько стадий это возникновение проблемы оценка альтернатив выбор одной из альтернатив оценка результатов действия конец теория принятия решения вводит понятие субъективная полезность и с точки зрения максимизации полезности мы выбираем альтернативу с наибольшей полезностью теория ожидаемой полезности предполагает что мы принимаем во внимание и субъективную полезность, и вероятность того или иного результата нашего принятия решения. Да, существуют проблемы с этой теорией. Первая проблема была как странным образом описана в Петербурге швейцарским, мне кажется, ученым Николасом Бернули, который привел один, так называемый, санкт-петербургский парадокс. Он сказал, если все это верно, каждый из нас должен положить любые деньги, занять любые суммы, чтобы сыграть в одну очень простую игру. Игра состоит в следующем. Если вы подбрасываете монету и выпадает орел, я даю вам золотую монету. Если вы подбрасываете еще раз монету и опять выпадает орел, я даю вам две монеты. Если вы еще раз подбрасываете монету и опять выпадает орел, я даю вам четыре монеты. Каждым шагом я даю вам две в степени номера следующего шага золотых монет. Если вы просуммируете ожидаемую полезность такой игры, она будет бесконечна. В конечном итоге вы имеете шанс получить астрономическое количество монет с маленькой вероятностью, но это астрономическая субъективная полезность. Если вы просуммируете все возможные шаги такой игры, ожидаемая полезность такой игры бесконечна. Это был один из примеров того, что сама теория имеет какие-то внутренние ограничения, внутренние проблемы. В принципе, вы должны занять любую сумму и сыграть в эту игру, потому что любая сумма будет меньше бесконечно возможного выигрыша. Бесконечно малая вероятность, умноженная на бесконечно большой выбор. Это надо лимит считать. Ну да, но устремиться к бесконечности. Мы сами понимаем. Поэтому некий парадокс в данном случае, который говорит о том, что если мы просто измеряем полезность в единицах, скажем, в количестве монет, возникает некая проблема. Поэтому на сегодня мы говорим о том, что мы не можем определять полезность в абсолютных единицах, измерять их в деньгах. Полезность, она субъективна, она нелинейна. Скажем, с увеличением суммы выигрыша субъективная полезность меняется с меньшей скоростью. Важно просто понять, что, ну скажем, выигрыш первые тысячи рублей у миллионера, тысячи долларов, имеет меньшую ценность, чем выигрыш тысячи долларов, когда он уже стал миллиардером. То есть субъективная полезность, она не измеряется в абсолютных единицах, она увеличивается нелинейно. Важно в данном случае, что полезность субъективна. То же самое можем говорить о вероятности. Вероятность тоже может быть субъективна. Некоторые люди очень хорошо оценивают вероятности. Скажем, профессиональные синоптики, профессиональные игроки на гонках лошадей, они великолепно, очень точно оценивают вероятность. Но если вы исследуете врачей, они переоценивают вероятность правильного диагноза. Если вы исследуете инженеров, они переоценивают вероятность того, что их конструкция выставит, скажем, взаимотрясение. Если вы поговорите о политиках, они переоценивают предсказания на выборах. То есть субъективна и вероятность, и полезность. В данном случае нейроэкономика и попытается показать на уровне мозга, как мы калькулируем эти полезности, оцениваем вероятности в ходе принятия решения. Нейроэкономика, еще раз, она исследует вот эту последовательность от возникновения проблемы до оценки альтернатив и выбора одной из альтернатив. Перейдем к нейроэкономике. Нейроэкономика пытается создать такого Франкенштейна. Это некое существо, состоящее из нейронных сетей, пытающихся принять решения. Будь то экономические решения или очень простые перцептивные решения, о которых мы с вами говорим, они для нейроэкономики принимаются на уровне нейронов. Еще раз, нейроэкономика – это дисциплина, где комбинируются психологические, нейробиологические, экономические подходы для того, чтобы создать новую теорию принятия решений. Мы с вами говорим о том, что решение принимается на уровне нейронов. Как Анна сказала нам, нейроны объединены в сети. То есть решение кодируется где-то в активности этих нейронов, в их синаптических связях, взаимоотношении одного нейрона с другим нейроном. В конечном счете от передачи сигнала от одного нейрона в другой нейрон с помощью нейромедиаторов, химических веществ. Где-то здесь кодируется принятие решения. Попробуем с вами понять, как это решение может быть представлено на уровне нейронных сетей. Довольно давно мы можем с вами декодировать решение животных. В данном случае протез, исследование которому лет 7-8, протез металлический соединен с корой обезьяны. Обезьяна хочет взять яблоко и положить себе в рот. Мы довольно давно способны декодировать желание этой обезьяны, трансформировать их, этот сигнал, переданный металлической руке. И с помощью металлического протеза обезьяна, с помощью сигнала, посланный корой мозга, вкладывает кусочек яблока себе в рот. Мы достаточно давно можем декодировать некие решения обезьяны. Но знание, как эти решения принимаются, оно, конечно, неполное до сих пор. Мы с вами и поговорим, как на уровне нейронов эти решения могут приниматься и кодироваться. В данном случае перед нами металлический протез. А можно сказать более подробно, что такое кодирование? В данном случае мы с вами, может быть, я иногда не слишком аккуратен в терминах. Все, что я имел в виду, это то, как на уровне нейронов программируется принятие решения, как оно запускается. Может быть, я иногда и просите, особенно русские термины я могу употреблять в точном русском экономике. Ничего большего я не имел в виду. Итак, первые нейроэкономические исследования были проведены на обезьянах, в очень простых моделях, довольно странных моделях. Они использовали движение точек, а точнее то, как наш мозг определяет движение точек на экране. Движение кодируется специальным образом. Если я вам представлю этот стимул, стимул слева кажется бесформенным сочетанием точек. Если я добавил движение, вы видите, что это человек бегущий бегун. Мы можем декодировать множество разных смыслов из движения точек. На следующем экране мы увидим, как точки кодируют всевозможные движения. Наш мозг настроен на декодирование движения объектов и вычленение из этого движения информации. На изучение того, как мозг, как ни странно, вычленяет эту информацию из движения точек, и мы построены первые нейроэкономические исследования. Я попытаюсь вам их объяснить. Исследование было очень простое. Обезьяна смотрит за точками на экране. Задача обезьяны очень простая. Определить, в каком направлении движется большинство точек и перевести взгляд в том же направлении. То есть я вам покажу то, что видела обезьяна. Перед нами на экране вариант, когда все точки движутся хаотичным образом. В данном случае обезьяна не может найти никакой объективной информации, в какую сторону движутся точки. Это наиболее сложная задача. Обезьяна должна случайным образом перевести взгляд. В другом варианте половина точек движется в одном или втором направлении. Задача проще, ее проще определить. Обезьяна определяет, что точки движутся вправо и переводит взгляд вправо. И, наконец, наиболее простая задача – все точки движутся вправо. Обезьяна легко определяет движение и переводит взгляд в том же направлении. В данном случае на красную точку, обозначенную на экране. Так называемое перцептивное решение. В каком направлении движутся точки и перевести взгляд в том же направлении. Можем ли мы объяснить, как обезьяна принимает решение перевести взгляд? Это был элементарный первый вопрос для нейробиологов. И ответ был действительно получен. Вся история началась с некой предыстории. Были обнаружены нейроны, так называемые области МТ, где-то в этом районе, которые являются детекторами движения. Если мы посмотрим на этом графике, мы увидим, что белые точки обозначают вероятность правильного ответа обезьяны в зависимости от количества точек, движущихся в одном направлении. Мы видим логичную кривую. Чем больше точек движется в одном направлении, тем более правильно обезьяна выполняла задачу. Что интересно, что мы видим черные точки. Это активность нейрона в зоне МТ. Она прямо пропорциональна решению обезьяны. То есть это точки детекторы, то есть нейроны-детекторы. Их активность прямо пропорциональна количеству движения. Но исследователи задались следующим вопросом. Окей, в зоне МТ у нас есть детектор движения. Но как все-таки обезьяна принимает решение? У нее есть множество детекторов. Одни говорят движение вправо, другие говорят движение влево. Где те нейроны, которые принимают решение, двигаться вправо или влево? Они обнаружили некие интересные нейроны в области LIP, которую видите вот здесь, которые, по-видимому, и принимали решение. Прежде чем я перейду к самим картинкам, я объясню вам модель, которую использовали исследователи. Шадлин с коллегами. Они предложили очень простую модель принятия решения. У нас есть детекторы. Детекторы движения. Детектор движения влево, детектор движения вправо. Где-то в мозге должны быть нейроны, которые принимают решение. Эти нейроны аккумулируют информацию от детекторов и запускают решение, при этом подавляя альтернативное решение. Максимально простая модель. Есть нейроны, аккумулирующие информацию во времени. Почему нужно аккумулировать информацию во времени? Потому что информация зашумлена. Вы не можете сразу принять решение. Вы допустите, вероятно, ошибку. Нужно аккумулировать информацию во времени. Более того, если эта информация переходит в некий порог, решение запускается. Что было обнаружено на уровне нейронов? Сейчас мы увидим картинки, которые нам частично объясняла и Анна. Это гистограмма активности нейронов. Мы видим здесь активность слева нейронов. И цветом обозначена активность нейронов простой. Красная — это наиболее сложная задача. Все точки движутся в случайном направлении. Черная — это наиболее простая задача. 50% точек движутся в одном направлении. Мы видим здесь активность нейрона. В данном случае это гистограмма. Активность нейрона прямо пропорциональна простоте задачи. Чем более простая задача, чем быстрее увеличивается активность нейрона. Правая часть — это тот же самый график, но синхронизированный с моментом принятия решения. С тем моментом, когда обезьяна переводила взгляд. Что мы здесь видим? В любой из этих задач активность нейрона достигала некого порога, после которого решение было принято. То есть перед нами с вами элементарные нейроны, принимающие решения. Они аккумулируют информацию во времени. И как только информация достигала порога, решение запускалось. Что мы имеем здесь? Нейрон, который обладает четырьмя важными свойствами. Первое. Он аккумулирует информацию от нейронов-детекторов. Второе. Он обладает порогом принятия решения. И третье. Он объясняет случайные решения. То есть в том случае, когда обезьяна видела случайное движение точек, она принимала решение случайно. Все равно этот нейрон объясняет даже случайное решение обезьяны. Более того, если вы стимулируете этот нейрон, решение обезьяны менялось. Перед нами элементарный нейрон, принимающий решение в элементарной задаче, так называемой перцептивной задаче. В данном случае это среднее количество спайков потенциалов действия в секунду. А можете еще пояснить, пожалуйста, про это случайное решение? Да, еще раз случайное решение. Что это такое? Перед вами на экране случайным образом движется. Обезьяна должна, в принципе, подбросить монетку и перевести вправо или влево. Как нейроны сами вот это случайно? Обезьяна в патовой ситуации, ей надо перевести туда-влево. Она принимает решение. Но на уровне нейрона это происходит как? Этот нейрон, принимающий решение, дольше. И видите, он обладает наименьшей активностью, он красненький, он ниже всех. Он дольше всех будет идти до этого порога. Но он будет идти, если он пересечет этот порог, обезьяна принимает решение перевести вправо. Да, это случайно, какой-то некий случайный процесс. Да, вы можете сказать по сигналу? Да, вы можете сказать, что сейчас она пойдет вправо. Смотрите, я небольшой специалист, вот если он это обезьяна, думаю, что… Да, наверное, да. Привет, ты есть? Несложно сказать. Это надо спросить полу-глюмчера, решадленно, да. Хороший вопрос, не знаю. Думаю, что обычно все это контролируется. В данном случае важно для нас следующее. Мы задались самым простым вопросом, в самой простой задаче. Перевод взгляда в соответствии с движением на экране. Мы видим, что мы можем предсказать это решение на уровне нейронов. Это, собственно, главный вопрос первого примера. Дальше больше. Мы с вами говорили, что для теории принятия решения важна субъективная полезность решения, которая является суть интеграции вероятности, вероятности результата действия и его полезности. Что происходит с этими нейронами, если мы обезьянке даем разное количество сока за то или иное решение? Субъективная полезность перевода вправо или влево разная. Вправо она получит больше сока, чем залива. Что будет с нейронами? Мы увидим, что... Я даже просто проиллюстрирую. Да, это гистограмма. Вы видите, что активность... Окей, я перейду к правой картинке. Активность этих нейронов на большее вознаграждение значительно выше. Левая картинка демонстрирует реакцию этих нейронов на большую вероятность получения вознаграждения. Активность их больше на большую вероятность. Мы с вами видим, что в решении этих нейронов отражается фундаментальное экономическое представление об ожидаемой полезности. Эти нейроны принимают решение. При достижении определенного порога решение неизбежно. Они объясняют случайные решения. И в активности этих нейронов отражается фундаментальное понятие ожидаемой полезности, вероятности и ожидаемой ценности того иного результата. То есть перед нами первый шаг нейроэкономики, говорящий в простых задачах, мы с вами можем предсказать решение. И можем предложить для этого простейшую модель. А результат прогнозирования есть? Что мне не целью? Это результат опыта. Регистрация сигнала? Да, ну поэтому вы практически стопроцентной вероятностью при достижении порога вы скажете, в какую сторону движется. Вы можете абсолютно точно это предсказать. Дальше требует поставить их. Ну я сейчас вам точно, насколько я помню, такие эксперименты были. Я сейчас даже просто боюсь вам сказать, но насколько я помню, такие результаты были. И стопроцентная гарантия, что вы говорите. вправо и люблю. То есть там абсолютная механика, да? Я бы сказала, когда обещается больше солдат, как правильный ответ, там нейроэкономики быстрее? Давайте я вам еще раз покажу. Просто они быстрее достигают, они более активны. А это влияет на быстрое влияние? Насколько я помню, да. Чем сильнее движение, тем быстрее порог достигается. Да, насколько я помню, именно так. В данном случае для нас особенно важно, что именно в частоте разрядов этих нейронов мы видим вероятность, отражение вероятности, субъективные полезности. Если частота достигает определенного порога, мы видим само решение. Мы видим такую механику, механику принятия решения. Еще раз, теория, объясняющая это решение, очень простая. Это модель. У вас есть детекторы некой информации. У вас есть нейроны, комбинирующие эту информацию во времени. Они принимают решение при достижении пороговой активности. И они подавляют активность альтернативных решений. Нейронов, принимающих альтернативные решения. В данном случае просуммировать эту идею можно в виде вот такого графика, говорящего, что у нас есть некое доказательство в пользу первого и второго решения. Это так называемые сенсорные доказательства. То есть в пользу первой альтернативы, в пользу второй на входе в мозг поступает информация. Мы видим, что она шумная. Если мы просто примем решение в одну единицу времени, мы можем ошибиться. Мы видим, что в один момент времени у нас есть доказательства в пользу одного решения, в другой момент в пользу другого. Но для того, чтобы сделать решение безошибочно, мы интегрируем эту информацию во времени. Этим занимаются нейроны, принимающие решения. Мы видим некую интеграцию на стадии B, и разница между этими двумя доказательствами и есть принятие решения. Как только разница между этими двумя доказательствами в пользу альтернативы 1 и 2 достигает порога, мы принимаем решение. Это элементарная модель принятия решения на уровне нейрона. Пытаемся ее еще более формализовать. Существует два варианта принятия решения на уровне нейронов. Первая простая модель, так называемая race-модель, модель гонок. Предположим, что у вас есть нейроны, принимающие решение перевести взгляд вправо, нейроны перевести взгляд влево. Между ними может быть своеобразный забег. Кто первый достигает порога, тот и принимает решение. Это так называемая race-модель. Диффьюжн-модель предполагает, что решение принимается в результате сравнения двух альтернатив. И как только разница между двумя альтернативами достигается порога, принимается решение. По-видимому, на уровне мозга работает именно диффьюжн-модель. Диффьюжн-термин, немножечко вводящий в заблуждение, он приходит из неких статистических моделей. Но это именно модель сравнения двух альтернатив. И когда разница между доказательствами в пользу первой и второй альтернатив достигает порога, мы принимаем решение. В формальном уровне мы имеем два нейрона в race-модели, принимающих решение. Кто первый достигает порога, тот и выиграл. В диффьюжн-модели сравнивается информация о двух альтернативных решениях. Когда она достигает порога, мы принимаем решение. Видимо, насколько мы знаем сегодня, нейроны, наш мозг работает по второму принципу. В чем его преимущество? Если мы говорим о рейс-модели, модели гонок, у нас есть некий порог принятия решения. В данном случае, предположим, у нас есть доказательства в пользу первой и второй модели первого и второго решения, красная и черная линии. В данном случае этим двум нейронам, принимающим решение, все равно, что думает вторая альтернатива. Кто первый достиг порога, решение принимается. Но если мы говорим о diffusion-модели, скорость решения зависит от качества доказательств альтернативы. Если мозг анализирует разницу доказательств, в ситуации, когда доказательств больше относительно одной модели, порог достигается быстрее, чем в ситуации, когда доказательств примерно одинаковое число в пользу альтернативных моделей. Мы с вами, я вам покажу, как это может выглядеть. Это может выглядеть и двумя разными нейронами. Через секунду я вам покажу, как это возможно быть в реальности. В данном случае, что я хотел подчеркнуть, что вторая модель, diffusion-модель, она адаптивна. Решение достигается гораздо быстрее, если доказательств в пользу второго варианта меньше, а на хуже. Потому что сравнивается разница между доказательствами. Поэтому, в принципе, решение может достигаться довольно быстро, если огромное число доказательств в пользу одного решения. Нейроны могут очень быстро делать решение, в отличие от рейс-моделей, где ничего не зависит от альтернативы. Чем быстрее один нейрон достигает порога, он игнорирует доказательства противоположные. В данном случае считается, что при моделировании подобных решений diffusion-модель более оптимальна. Она принимает во внимание, поскольку сравнивается наличие доказательств в пользу двух опций, она принимает во внимание силу доказательств и может быстрее достигать решения. Как это может имплементироваться на уровне нейронов? Вопрос, который прозвучал только что. В принципе, вторая модель может тоже осуществляться на уровне двух нейронов. Предположим, у нас есть два нейрона, принимающие решения. И нейрон, выигрывающий, получающий больше доказательств, он тормозит нейрон, принимающий альтернативные решения. Это в принципе как раз это сравнение. Чем более активен один нейрон, тем больше он тормозит второй нейрон. Чем больше разницы в их активности, тем больше один из нейронов тормозит другой. В принципе, можете предположить еще один альтернативный вариант. Есть третий нейрон, который сравнивает решения двух нейронов. То есть эта модель может быть имплементирована как на двух нейронах. Сравнение может происходить просто в силу подавления одним нейронам другого нейрона, так и с помощью третьего нейрона, который будет сравнивать эти два принимающих решения. То есть возможно разные. И мы с вами увидим, что возможно действительно мы имеем дело обычно в мозге именно с этим вариантом, когда некий нейрон сравнивает активность двух нейронов, принимающих решения. Он взвешивает. В сети, конечно. Мы с вами, конечно, это немножко упрощение. Обычно я не говорю, что один нейрон приняет решение. Это некая сеть, которая принимает решение. Да, вы правы. В данном случае мы... В данном случае вот здесь все три примера объяснять вторую модель, да, дефьюжн-модель. Это просто показываем... Я как бы отвечаю на один из вопросов. Это дефьюжн-модель. Это вы можете тремя альтернативными вариантами, эти варианты наиболее популярны в нейроэкономике, произвести сравнение двух опций, да? Это может быть сравнение двух опций с помощью третьего нейрона, который сравнивает. Если его активность достигает порога, он запускает решение. Это сравнение может быть на уровне этих двух разных нейронов. И это сравнение просто заключено в том, что чем активнее один нейрон, чем сильнее разница его активности со вторым, тем больше он подавляет соседа. Если левый нейрон более активен, чем больше доказательства его стороны, тем больше он подавляет соседа. А разница будет закодирована в силе подавления побеждающего нейрона в проигрывающего нейрона. Это идентичны все три варианта. Третье вариант, который просто сравнивает величину доказательств. Можно не даваться подробностей. Важно, что на самом деле это сравнение альтернатив может на уровне мозга реализовываться разными способами. В целом давайте просуммируем. Вот она модель. У нас есть детекторы движения, в данном случае исследования обезьян. Есть некие нейроны, принимающие решения. Они интегрируют информацию во времени и подавляют альтернативу. Тот нейрон, который достигает пороговой активности, запускает решение. В данном случае у нас нейроны МТ, которые являются детекторами. Нейроны ЛП, которые принимают решения. Это нейроны, запускающие моторную реакцию. Такая сеть. Не хитрая. Скажите, если нейроны одинаковые, форматы поступают одинаковые, то почему один раз не срабатывает раньше другого? Ну вот это хороший вопрос. В принципе, если вы считаете, что они одинаковые, вопрос в том, что… А почему они одинаковые? Ну вопрос в том, что мы всегда… Эта степень одинаковости, она абстрактная. Все может зависеть от уровня метаболизма этого нейрона, от активации этого нейрона, от другими нейронами, факторами, которые мы с вами не знаем. В данном случае объяснить это однозначно сложно, но в то же время и провернулись эту альтернативу тоже практически невозможно. Может быть, есть факторы, которые сами по себе, вот просто метаболизма локального, который приводит этот нейрон в большую активность. Да, я склонен, например, к таким простым механистическим объяснениям, пока нет более четкого альтернативного объяснения. Значит, мы просуммировали с вами. Окей, мы говорили с вами об обезьянах. Странные такие исследования. Обезьяны. А как же люди? Можем мы применить такую же философию к людям? Попробуем использовать совершенно идентичный подход к принятию очень простых перцептивных решений у людей. Вопрос очень простой. Что вы видите на экране? Здание или человека? Можете на одной картинке видеть здание. Сейчас я вам покажу. На другой картинке вы видите человека. Другая картинка может быть более сложная. Скажем, некий конфликт этих образов. Вроде есть и человек, и здание. В чем прелесть такого исследования? Мы знаем, что на уровне мозга есть детекторы лиц, области, детектирующие лица. Есть детекторы мест, области, реагирующие на места. И они разнесены в пространстве. Мы можем применить с вами ту же самую философию. Мы видим с вами изображение. У нас есть детекторы лиц, детекторы зданий. Можем ли мы найти область в мозге, которая сравнивает доказательства в пользу лица и здания? И если область, которая, активность, которая коррелирует с активностью этих двух детекторов, и если разница между активностью этих двух детекторов достигает порога, человек принимает решение, я вижу лицо или я вижу дом. Я объясню вам, как это, собственно, делалось. Это прояснит немножко ситуацию. Людям предъявлялись простые изображения лиц, немножко зашумленные и очень зашумленные. То есть перед нами простая задача и сложная. Или более упрощенное изображение домов и зашумленное изображение домов. Мы можем на уровне мозга найти области, области, детектирующие лица, так называемая fuzzy form jaris, я немножко об ней поговорю, и области, активируемые домами. И мы видим, что зелененьким – это активность, связанная с предъявлением домов, и она прямо пропорциональна количеству информации о домах на экране. И области, активируемые лицами на экране, их активность прямо пропорциональна количеству лиц на экране. То есть на уровне мозга мы видим ту же самую ситуацию. Есть два детектора. Один реагирует на черты лица, предъявляемые человеку, другой реагирует на черты здания. Есть ли область, которая в мозге, которая как бы сравнивает эти два входа, эти два детектора, и принимает решение, и испытуемый говорит, я вижу лицо, или я вижу дом. Можем ли мы предсказать по этой активности, какое решение примет человек? Да, можем. Это область, к которой мы с вами еще несколько раз вернемся, так называемая дорсолатеральная префронтальная кора. Активность здесь отражала разницу между активностью в нейронах, активируемых лицами и домами. Это та же самая модель, некая область, которая сравнивает доказательства в пользу домов и лиц. Более того, эта активность этой области предсказывала, какое решение примет человек. То есть мы можем, по-моему, применить ту же самую логику на уровне человека. Мы с вами вернемся к этой области несколько раз. Вы можете классифицировать некую активность мозга. И если область мозга, во-первых, кстати говоря, какая-то обычная делается, по активности мозга коррелируется с общим выполнением задачи человека. То есть чем более она активна, это показано во многих исследованиях, чем более она активна, тем более правильно человек выполняет задачу, чем больше правильных ответов он дает. Во-вторых, вы можете классифицировать вашу активность на большую и маленькую и сравнить, какое решение принял человек. В данном случае важно то, что мы можем приложить ту же логику, что и у животных. Два доказательства в пользу двух альтернатив сравниваются. Если это доказательство достаточно сильное, мозг принимает решение. Некую механику, мы с вами видим, какую-то сходную механику на уровне мозга. Мы с вами вернемся еще к подобным исследованиям, войдем в детали. В данном случае я пытаюсь показать общую логику, фундаментальную логику. В данном случае дорсолатеральная префронтальная кора может быть описана вот этой схемой внизу. Она сравнивает доказательства из области, анализирующей лица и дома. Разница между этими активностями двух... Она сравнивает эту активность и производит решение. Вопросы про область, она отражает решимость принятия решения? Или наоборот, если субъект не сильно сомневается, она вовремя активируется? Нет, она чем... Эта область, тем она сильнее активируется, тем правильнее решение. Нет, сейчас секунду. Мы больше уверены, что лишь правильнее. Да, да. Чем проще, быстрее, проще задачи, тем более она активна. А это активность области? Необходимо, что ли, достаточно ли? В этой логике это, наверное, необходимо. Мы с вами увидим некоторые эксперенты, которые показывают, что при выключении этой области нарушается принятие решение. Мы увидим такие эксперименты, давайте не будем забегать вперед. Я вам предлагаю фундаментальную базовую логику. Мы с вами вводим какие-то базовые понятия, очень простые решения. Мы с вами перейдем к сложным экономическим решениям, более сложным. Итак, давайте просуммируем некий предыдущий месседж. Возможно, два объяснения таких принятий решений на уровне нейронов. С помощью рейс-модели и дефюжн-модели. Вероятно, мозг работает по методу дефюжн-модели. Сравнение доказательств в пользу одного и второго варианта решения. Я хотел бы закончить эту лекцию неожиданным сходством принятия решений на уровне нейронов, с принятием решений на уровне, скажем, роя пчел. Мы можем с вами, некоторые ученые делают это, рассматривают пчел как суперорганизм, как мозг. Если мы посмотрим на пчел, это скоординированная жизнь в колонии. А пчелы общаются друг с другом, передавая информацию друг к другу. Мы знаем уже десятки лет, что пчела вот этим танцем, который представлен на экране, может передавать информацию о направлении, где находится еда, расстоянии до еды. В данном случае угол танца пчелы будет указывать направление расположения еды относительно расположения солнца, интенсивность танца будет описывать расстояние до еды. Так пчелы коммуницируют друг с другом. Но в жизни пчелы есть очень интересный и важный момент принятия группового решения. Это момент, когда образуется рой. Пчелы вылетают из улья, садятся неподалеку от старого улья и принимают решение, где основывать новую колонию. Решение на уровне колонии принимается голосованием. И механизм во многом интересный, имеет сходство с тем механизмом, о котором мы с вами говорили. Колония голосует. В какую сторону лететь? Для этого существует кластер набор пчел, так называемых скаутов, которые изучают окрестности. Они изучают в поисках наиболее лучших мест, пригодных для жизни. Они прилетают обратно в колонию и начинают рекламировать это направление. Между ними, как и в тех нейронах, наступает борьба альтернатив. В итоге колония принимает решение лететь в одном направлении. Как это выглядит? Скажем, у нас есть колония в 10 утра, первые пчелы-пскауты полетели искать новые места. Одна пчела рекламирует одно направление, вторая и другая. В 13 часов другое соотношение пчел, рекламирующих два раза направление. В 16.00 колония принимает решение, достигается некоторый порог. Колония взлетает и летит в новом направлении. Если мы посмотрим на оригинальные эксперименты, мы видим эти интересные графики, где цвет и направление означают пчел, рекламирующих одно направление. Толщина линии означает количество пчел, рекламирующих это направление. Мы видим, что в 11 утра большинство пчел, 8, рекламируют правое направление. В 13.00 выявляется новое направление, которое 11 пчел рекламирует лететь в этом направлении. Мы видим изменение соотношения. В конечном итоге в 7 утра появляется некое направление, которое постепенно накапливается, накапливается и выигрывает. В 9.00 колония взлетает и улетает. Принятие этого решения во многом сходно с принятием решения на уровне нейронов. И как это выглядит? Там также аккумулируется информация о направлениях, в правого, в левого. В данном случае это местоположение новой колонии. Оно достигает порога, и колония летит. В данном случае мы можем это сказать, что если на уровне мозга сравниваются доказательства в пользу движения вправо и влево, то на уровне колонии пчел сравнивается танец, количество пчел, танцующих и призывающих лететь в одном или в другом направлении. Это доказательство аккумулируется во времени. И в данном случае на уровне мозга это аккумулируется в активности нейронов. На уровне роя пчел происходит аккумуляция количества пчел, рекламирующих одно и то же направление. Из-за того, что количество пчел-скаутов ограничено, пчелы, рекламирующие наилучшее направление, они вовлекают большее число пчел, потому что они кодируют качество направления в своем танце и активируют большее количество пчел. Они выбирают всех скаутов, то есть в голосовании они также достигают некого порога, выбирая максимальное количество пчел, которые поддерживают их направление. Достигая порога, колония взлетает. В данном случае мы видим примерно такую же картинку, как и в принятии нейронов у Шадлина и описывающие принятие решения на уровне нейронов. Есть некие сенсорные доказательства, это танцы пчел, рекламирующих первое или второе направление. Доказательство в пользу одного направления подавляет доказательства в пользу другого направления, так как пчелы, рекламирующие наилучшее направление, выбирают все больше и больше пчел-скаутов, и тем самым уменьшая количество пчел, рекламирующих альтернативы направления. Когда количество пчел, рекламирующих одно направление, достигает порога, колония снимается и летит. В данном случае мы имеем сравнение двух доказательств в этом графике, разница между направлением 1 и 2, который достигает какого-то порогового значения, и колония летит в этом направлении. Это напоминает очень сильно принятие решений на уровне нервных мозга. Такая интересная биологическая параллель. Если вы хотите почитать, я очень рекомендую вам книжки и статьи Томаса Силли, великолепные книги, очень интересные статьи, изучающие принятие решений на уровне колоний пчел и приводящие в прямые аналогии с принятием решений на нейронном уровне. Итак, мы с вами поговорили, да, элементарные решения могут кодироваться на уровне нейронов. Мы можем предсказать решения в элементарные перцептивные решения. Но как все-таки кодируется ценность того иного решения? Где она кодируется в мозге? Есть ли специализированные области, кодирующие принять решение? Об этом мы с вами поговорим в следующей лекции. Можем ли мы предсказать, что купит человек в магазине? Да, мы покажем с вами. Мы можем по активности мозга предсказать, что купит человек в магазине.